Вечоли, всем огромный привет! Сегодня я видео снимаю не одна, это совместное видео с одной прекрасной девушкой, блогером из Москвы. Мы обе выбрали себе ник для каналов Бусинка. Представляете, в общем, сегодня для вас снимают видео две Кати, две бусинки, представляете? В общем, у меня бусинка 2032, а у нее бусинка 2602. Вообще, представляете, тоже и меня, и ее зовут Катя. В общем, много совпадений таких, да? И очень прекрасный канал у нее, очень приятная девушка, так классно ведет. Я люблю ее инстаграм, так что оставлю все ссылочки внизу, и на видео, и на канал, и на инстаграм ее. В общем, очень советую посмотреть Катюшу Бусинку 2602. В общем, девчонки, и сегодня мы снимаем для вас тег. Только, девочки, тег или так? Я до сих пор туплю, и не знаю, как правильно сказать, тег или так. По идее, тег. В общем, ладно. Что я люблю весной? Первый вопрос, девочки, это любимый весенний лак для ногтей. У меня на самом деле их два. Я люблю вот такие вот золотые оттенки и вот такой вот розовый. Знаете, когда вот хочется и вот этот, и этот цвет, они такие довольно-таки легкие, такие свежие, я бы так сказала, да? И вот эти вот лаки в основном у меня фавориты все-таки весной, потому что, ну, как-то легкости какой-то хочется, да? Но если вдруг, вдруг мне хочется, наоборот, какой-то яркости, то я делаю красный маникюр обычный, да, классический, и чувствую себя вот поярче как-то. Особенно я люблю красный маникюр, когда я одеваю вот что-то в полоску, какая-то такая морская тема, мне нравится сочетание вот полоски и красного. Второй вопрос, это ваш мастхев помад для губ на весну. На самом деле, девчонки, каких-то вот особых мастхев у меня нет из помад. Я вообще как-то помадам очень спокойно дышу, да, равнодушно к ним отношусь. И у меня какой-нибудь такой полупрозрачный гель, да, или бальзамчик какой-то вот для губ. У меня просто есть еще татуаж губ, поэтому я не парюсь сильно с цветами, и мне это не сильно нужно, важно. Любимая одежда на весну, девочки, это платье. Это однозначно платье, я стараюсь весной как можно чаще их носить, но мы знаем, что мы все такие вот одинаковые. Я не знаю, может вы какие-то другие. Я в основном такая, что вот если влезу в джинсы, я из них вот очень редко влажу, да, и как-то вот сама себя заставляю просто, Катя, одень платье, Катя, одень платье. Ну, во-первых, мне в платьях просто удобно, потому что одел уже и не парюсь, что наверх одевать, что на низ, да, и как-то ты уже женственно выглядишь, и уже красиво. Но в любом случае это по весеннему, девчонки, платье, это весна. И вообще, мне кажется, девушка вообще у мужчин ассоциируется все-таки с платьями, чем с какими-то брюками, с какими-то джинсами тем более, да. Мне кажется, все-таки, не знаю, девушка весна, это девушка в платье. О, девчонки, прикиньте, начал кто-то там сверлить. Ну, ладно, что, будем слушать его сверление. Так, любимый цветок. На самом деле, я все цветы люблю, и каждому цветку буду рада, вообще любому цветку буду рада. Ну, если говорить о том, что я прям вот люблю, я все-таки люблю розы, наверное. И люблю оранжевые розы, и очень люблю, сразу вспомнила, что люблю, начала говорить. Очень люблю маленькие-маленькие розы. Знаете, есть такие прям букетики, и они из маленьких-маленьких роз состоят. И мне вот нравится, когда они оранжевые, прям такие, знаете, рыжие, яркие. В общем, вот это мне нравится. Так, что следующее? Любимый аксессуар на весну. Девочки, любимый аксессуар на весну, я сразу начинаю носить вот эту вот мою Катю. У меня такая золотая Катя. Вот как у Кэри в сексе в большом городе, да, такая вот надпись, да. И вот у меня есть такая, это только Катя. И я как-то начинаю ее носить, потому что, ну, тоже мне это как-то ассоциируется с легкостью образа. Вот как-то так. Тоже сережки золотые одеваю, но на самом деле это тоже все такое переменчивое, потому что я, бывает, просто начинаю носить бижутерию какую-то, потому что зимой ее тоже сильно не поносишь, да. Хотя поносишь. Ну, в общем, девчонки, я вообще люблю бижутерию. Стараюсь одевать больше украшений именно вот на шее, да. Потому что зимой я, если честно, не очень люблю украшения на шее, сейчас-то точно. А вот с платьями, там, с какими-то футболочками я люблю одевать украшения именно ожерелья какие-то, да. Так, весенние тренды в макияже, аутфитах. Весенние тренды в макияже, это у нас ничего не поменялось, у нас остается в моде нюд. Вот как можно меньше макияжа на себе, да, и вы будете в тренде. Вот я немножко, как бы, воспользовалась бронзером. Но это тоже, девчонки, я воспользовалась только, потому что я вот снимаю видео, и чтобы мое лицо было более таким объемным, каким-то, не знаю, факторным, что ли, да. Но на самом деле в жизни я могу немножко-немножко вот здесь вот по бокам, не доходя, не дай бог, не до середины, потому что тогда ты смотришься старше, ты добавляешься возраста, если ты бронзером, вот чем ближе к губам ты рисуешь бронзер, тем старше ты выглядишь. И я стараюсь вот здесь вот немножко просто вот под скулу добавить тень, но абсолютно легкую. И вот у меня есть такой бронзер в, по-моему, да, компания Миша, и там такой, знаете, еле-еле вот, еле-еле заметная тень, без рыжинки, без ничего. И все. И в основном вот лицо не нужно не контурировать, ничего. И вот тоже такой тренд идет, консилером не пользоваться. Но, девчонки, не знаю, я к этому тренду вообще еще не привыкла. Во-первых, потому что это у меня проблемная зона, у меня всегда синюшные круги под глазами, и как мне с ними ходить, как мне с ними жить, непонятно. Ну, не знаю, девчонки. Вы можете ходить с синюшными кругами под глазами, чтобы это все видели? Ну, я только дома могу себе это позволить, и то так. Ну, я просто забываю об этом дома. Девчонки, ну, а вот именно тренды какие-то в нарядах. Сейчас опять в моду вошли косухи. В общем, такой... Как же это назвать? Я бы сказала, что эта готика вернулась к нам. Можно одевать кожаные куртки с шипами, тяжелые ботинки. И, конечно же, платье в викторианском духе. Но еще, девчонки, не забывайте о бабушкиных платьях. Ну, о бабушкиных, конечно же, не реально бабушкиных, но вот этот вот бабушкин стиль, он все-таки продолжается, да. Из причесок ничего особенного вообще. Такого я не заметила прям сверх. Две гульки вот так вот на голове модно. Не одна, да. Так, седьмой вопрос. Любимая весенняя свечка. Вы знаете, девчонки, я на самом деле очень спокойно отношусь к свечкам. Поэтому у меня не было ни зимней любимой свечки, ни весенней, ни летней, никакой. Я буду даже не против, если просто будут маленькие вот эти светочки стоять, или одна большая какая-то там. Ну, не знаю, как-то я равнодушна к ней. Может, еще когда-нибудь придет любовь к ней. Девчонки, следующий вопрос. Это ваш любимый, господи, потеряла, весенний парфюм. Однозначно, это вот Нина Ритчи, Love and Parish. Смотрите, девчонки, сколько у меня его мало осталось. Поэтому он у меня был не только весенним, он у меня был и зимним, и любимым. В общем, его тон ассоциируется настолько с легкостью, с каким-то цветочным танцем вокруг тебя. Знаете, когда вот эти цветы танцуют, танцуют, кружатся вокруг тебя, и ты идешь, и этот шлейф цветовый бабочек вот сзади тебя, и все это слышат, чуть ли не видят. В общем, очень классный аромат. Девчонки, кто любит цветочные композиции, и такие шлейфовые, шикарные, которые стойкие. Вот тут я. В общем, обратите внимание. Здесь 30 миллилитров. И все, я почти добила уже. Мне осталось немножко вот на весну, и все. Следующий вопрос. Какая весна там, где ты живешь? Живу я сейчас в Брянске, в России. И здесь весна, хорошая весна, я бы так сказала. Не очень дождливая, много солнца. Особенно в сравнении с Питером. Здесь вообще очень солнечно, да. И вот мы с мужем каждый раз замечаем, что когда светит солнце, у нас в обоих очень хорошее настроение. Что кто бы нам ни портил его, что бы ни случалось, когда светит яркое солнце, у нас очень хорошее настроение. Так что солнечный? Брянск солнечный. Итак, 10. За что ты любишь весну? Ну не знаю, весна это, мне кажется, как каждый воспринимает так весну. Весна это какой-то расцвет новых идей, новых эмоций. Это желание выглядеть более красивой. Ну в общем, всё расцветает, всё яркое, солнечное, красивое. И это как-то вот ассоциируется с лёгкостью весна вообще у меня. Помню, когда мне на день рождения дарила подружка подарок, говорит, Катюша, это тебе, ты наша девушка весна. Вот, не знаю, может я тоже у кого-то ассоциируюсь с весной. Ну в общем, приятно было, потому что я люблю весну. Одиннадцатый вопрос. Ты любитель убираться весной? Типа наводить чистоту, да? Нет. Я никогда не любитель наводить прям такую сильно чистоту. Я никогда не белую прям везде с тряпочками всё это убираю. Я могу неделю вообще к чему не притравиться, а потом за один день взять и всё убрать. Или могу, например, каждый день выделять там по 15 минут на какое-то место, да, вот его убирать и как бы и так везде чисто получается. Ну в общем, как-то я небольшой любитель. Как это сказать, чистить перышки, да, весной. Может, тоже придёт, может, со старостью придёт желание убирать. Надеюсь. И последний вопрос. Планы на весну. Не знаю, может быть, планы, я вот так вот прям сильно не планировала что-то на весну. Но если говорить о канале, то хотелось бы больше нарядов дня снимать весной, да, больше каких-то влоговых видео, потому что, ну, тепло, солнце, можно гулять, брать камеру с собой, да, и показать вам какие-то места. Да, ну, на самом деле, в Брянске тут сильно нет мест, которые можно прям показать, и вам будут интересны. Ну, дома, как и дома, ну, ничего такого интересного здесь нет. Я даже парня с работы спросила, говорю, ну, куда можно поехать там или пойти, вот, чтобы увидеть Брянск, ну, чтобы как-то интересно было, да, там, посмотреть какие-то там достопримечательности. Он говорит, Катя, нужно сесть на самолет и уехать отсюда, и смотреть где-нибудь достопримечательность. Ну, понятно, что он шутил, что здесь тоже есть красивые места, но вот их мы разведаем весной, не знаю, куда-нибудь, может, съездим, чтобы посмотреть, получше познакомиться с забором, скажем так. Вот это, может быть, планы, да. А так, планы на весну есть, вот, жизненные, да, но я и говорить не буду. Потому что, ну, я не хочу, чтобы все о них знали, и мы с мужем кое-что запланировали, и уже как-то это вводим в нашу жизнь, поэтому не буду я ничего вам рассказывать. В общем, девчонки, это у меня просто весеннее настроение, такое солнечное, у нас хорошая погода. Сейчас я снимаю видео, и мы быстренько собираемся с мужем, и идем, куда мы идем? Едем в аэропарк, это такой у нас большой гипермаркет, там куча магазинов, всякое такое. И мы погуляем, может, я даже сделаю для вас какие-нибудь фотографии себя в каком-нибудь наряде, да, который мне понравился в магазине. В общем, походим, может, что-то купим. В общем, хотим пройтись и увидеть, что за скидки весенние сейчас начались, потому что я сто лет не была в магазинах, я в основном все заказывала онлайн, а мне вот сейчас захотелось как-то примерить и потрогать. Не знаю. Но вообще в планах купить мужу джинсы, потому что у меня куча. Ну, не знаю, если найдем, то купим. Не найдем, то просто погуляем, и я обязательно что-нибудь померю. Мне просто хочется померить. Я хочу посмотреть, какие цвета сейчас на прилавках, да, вот говорят, что он будет в моде зеленый. Я вот хочу посмотреть, какие оттенки зеленого сейчас на прилавках, да. Потому что не каждый зеленый не идет. У меня такое лицо сразу зеленое цвет стремится. Ну, ладно, девчонки, я надеюсь, вы не забыли, что этот танго или тайгер я снимала вместе с Катей и гусинкой. И можете пройти, не можете, а обязательно пройдите по ссылочке на ее канал и тоже посмотрите, что она говорит весной, какие наряды, фейлаки, что предпочитает, как вообще относится к весне. И вообще очень хороший мой, добрый канал, поэтому советую. И вообще очень добрая девочка. Такая, знаете, ну, девочка, девушка. Добрая девушка. Очень приятно с ней общаться. Не с многими приятно общаться. И это вот тот человек, с которым не очень приятно общаться. Поэтому оставляю все ссылочки и проходите, смотрите тоже интересное видео для вас. Все, всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok